И всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал и на мое новое видео! И в этом видео я хочу с вами поделиться небольшим, но очень приятным обновлением, я думаю, что довольно-таки радостные новости как для меня, так и для вас, а именно новым красивым креслом. Вы как раз можете видеть за мной, я на нем как раз сижу, и также можете увидеть его на моем мониторе. И как раз-таки ему будет посещено это видео, я его купил несколько месяцев назад, и подумал, что будет все-таки лучше, как для меня, так и для вас, если я это кресло протестирую, потому что я это кресло хочу показать вам, хочу вам его посоветовать, я хочу, чтобы вы знали, что есть подобное интересное кресло, возможно, кому-то из вас оно будет по вкусу, и вы захотите его купить. Поэтому, прежде чем его вам показать, я решил его на себе протестировать, чтобы я знал, что я вам советую качественное кресло, качественный товар, чтобы потом у вас не было никаких неудобств, ведь все, что я делаю, я делаю только для вас. Я думаю, вы об этом знаете, потому что это чувствуется еще самой душой, самой атмосферой. И так вот, получается, что в этом видео я вам расскажу об этом кресле, я вам его покажу, потому что в тот день, когда я его получил и привез домой, я специально заснял кадры, чтобы я мог с вами поделиться именно этим видео, этой распаковкой, впечатлением этой атмосферы именно в тот самый день. И как раз-таки вы сможете сами все посмотреть, как это делалось, как это выглядело в своем таком изначальном виде, как оно было в коробке, да, в разобранном виде, и сделайте для себя, я думаю, определенные интересные выводы. Поэтому я вас больше не смею задерживать, и я вам хочу пожелать хорошего дня, приятного просмотра, отличного настроения, ну а мы погнали! И речь пойдет об игровом кресле Canyon Chorus Gaming CND SGCH5. Надеюсь, я правильно прочитал. Если что, не закидывайте меня тапками. Как я и говорил ранее, это кресло я приобрел пару месяцев назад, и перед тем, как посоветовать вам это кресло, я хотел его протестировать. Для меня главное убедиться в том, что советую вам стоящее, качественное кресло. И вот настал тот день, когда тестирование закончилось, и пришло время мне рассказать вам об этом кресле. Данное кресло является игровым, и об этом говорит не только его красивый и насыщенный вид, но и его интересные фишки. Начать можно с того, что кресло выполнено из высококачественной эко-кожи, и это ощутимо как на ощупь, так и во время использования кресла. Кресло заполнено литой пеной с эффектом памяти. Это значит, что если вы решили после активного монтажа или же после горячей катки пойти немножечко отдохнуть, то на некоторое время кресло запомнит то, как именно вы сидели, оставив на себе следы после вас. Кресло оснащено рамой из металла толщиной в 1,5 мм. Металлической пятиконечной крестовиной с колесными дисками 60 мм. И сами колесики из полиуретана. Колеса мощные, и возникает чувство, словно ты сидишь внутри вездехода. Колеса двигаются плавно и смело. Кстати говоря, само кресло довольно тяжелое. Все же металлическая рама дает о себе знать. И это неплохо, а наоборот хорошо, потому что кресло устойчивое к нагрузкам и не разломается на две части. Можно быть уверенным в том, что кресло будет служить долго и верно. Также кресло может похвастаться газлифтом последнего поколения четвертого класса. И максимальный вес, которым может выдержать это кресло, 150 кг. У кресла есть две очень мягкие и удобные подушечки. Поддержка для поясницы и подголовник. Поддержка для поясницы очень удобная и полезная. Особенно, если вы хотите ровно сидеть, и чтобы при этом у вас не болела ваша поясница. Подголовник также в кайф. Вы всегда можете облокотиться в него и отдохнуть. Особенно учитывая то, что у кресла откидная спинка на 90-165 градусов. Конечно же, присутствует механизм фиксации углов спинки и сидения. И есть режим лягушки или же жабки. Благодаря этому, вы даже если сильно ляжете на спинку кресла, то не упадете. Конечно же, главное с этим не переусердствовать. Последней фишкой является то, что это кресло обладает 4D подлокотниками. Это значит, что вы подлокотники можете поднять вверх или же опустить вниз, повернуть налево или же направо, подвинуть налево или же направо, или же подвинуть вперед и назад. Все эти функции можно выполнить, зажав определенные кнопки, которые присутствуют на подлокотниках. Кстати говоря, покрыты подлокотники не пластиком, а прорезиненной материей, которая очень мягкая и приятная. Если подвести итоги, то я смело могу сказать, что кресло очень удобное. За ним можно как работать, так и отдыхать. Нет чувства дискомфорта и не хочется поскорее встать и полежать на кровати. Все функции кресла идеально работают и предоставляют максимальный комфорт. Это кресло я вам смело могу советовать к покупке, потому что кресло было проверено лично мной, и оно очень удобное и заставляет наше тело радоваться. И вот, наш с вами видео и такой вот обзорчик подошел к концу. Я вам всем хочу сказать огромное спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Также хочу всем сказать огромное спасибо за вашу поддержку в виде подписок на канал, комментариев и лайков. И также хочу сказать то, что если вам нравятся мои видео и вы хотите меня поддержать, то пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить свои царские пальцы вверх и оставлять комментарии, чтобы я знал, что вам нравятся мои видео. Ну а мы с вами увидимся уже в следующих моих видео. И всем до встречи, и всем крутого кресла, и всем прекрасного настроения, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok